МИР СЕГОДНЯ Самая достоверная и объективная информация о событиях во всем мире, а также спорт, новости шоу-бизнеса, погода. В студии Юрий Ростов. В программе МИР СЕГОДНЯ Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня некоторые говорили, несмотря на весь патриотизм, что кризис, имеющий место в Техасе, более типичен все-таки для развивающихся стран. Там в результате природных катастроф обычно происходит эффект картонного домика, когда вслед за одной проблемой возникает и вторая, и третья, потому что заранее эти проблемы не решали. И, может быть, столь жесткая оценка для Техаса, правда, несправедлива. Но, как бы то ни было, сегодня на первом плане были уже не электричество и холод, но кризис с водой. Число домов без энергии к сегодняшнему дню драматически сократилось. Можно считать, что в основном эта проблема решена. Но почти половина населения штата, 13 миллионов, получили предупреждение о том, что водопроводную воду для любого ее использования нужно кипятить. Правда, и кипяченую воду из-под крана люди пить боятся, зная, что помимо бактерий в ней действительно может быть и много других ядовитых веществ. Также, конечно, сотни тысяч человек до сих пор воды и вовсе не получают. В результате мороза и выключения энергии были массовые разрывы труб с замерзающим в них льдом. Выходили из строя заводы по очистке воды в питьевую воду. Могли попасть выбросы канализации и вообще что угодно. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уже направило в штат 700 тысяч литров питьевой воды в бутылках и в больших емкостях. И сегодня, например, в Хьюстоне на местном стадионе была раздача воды нуждающимся. Власти штата и отдельных графств объявили между тем о начале рейдов против предпринимателей, которые взвинтили в два-три раза иногда еще больше цены на бутылки с питьевой водой, на продовольствие с поставками которого тоже сейчас проблемы и цены на комнаты в отелях. Также в Техасе сейчас, разумеется, рай для водопроводчиков. Найти их труднее, чем записаться на вакцинацию, но когда мастера водопроводных труб найти удается, многие просят за визит и по три тысячи долларов, и имеются те, кто им платят. Техас хоть и южный штат, но штат ковбойский, исторически дикий. Также его такие соседи, как Южная Каролина, Миссури, Миссисипи, Джорджия, это штаты классического юга, где были огромные плантации, рабство, а также традиции, при этом южного гостеприимства, мягкости и твердых, между прочим, моральных правил. В свое время я собственными глазами видел, как в Джорджии и в Южной Каролине, например, владельцы отелей считали своим долгом резко снизить цены для эвакуировавшихся от очередного урагана. А у некоторых ковбоев в Техасе, как справедливо показывают и голливудские боевики, и как и у северных Янки, кстати, наступить на горло соседу зазорным особенно не считается. В Техасе сейчас многие отели с потоком беженцев от холодов подняли цены запредельно, так же, как и на все остальное. Юридически подобная классическая спекуляция в условиях стихийного бедствия в Америке проявлением свободного частного предпринимательства, между прочим, не считается. Она рассматривается, наоборот, как незаконный де-факто сговор в целях монополизации. И на этот счет есть соответствующие законы. Но пока что ситуация драматически не улучшилась. Кризис в Техасе будет сильным ударом по республиканским властям. Холода по продолжительности, интенсивности являются действительно беспрецедентными. Но то, что они привели к столь масштабным бедствиям, местным властям не простят все равно. Хотя сегодня особое внимание привлекает, конечно, представитель Техаса в Вашингтоне. Сенатор-республиканец Тед Круз тоже с героическим имиджем. Тед Круз в свое время выдвигал свою кандидатуру в президенты. И его в этой связи всячески мешал с грязью тоже выдвинувшийся тогда Трамп. Но позже Круз стал одним из наиболее активных сторонников Трампа в Сенате и выступал как бескомпромиссный борец за интересы своих избирателей в противостоянии с вашингтонской мафией. Тед Круз, кубинец по происхождению, ко всему прочему, отрастил себе даже недавно бороду. А только что оказалось, что когда у Круза, как и очень многих в Техасе, выключилось электричество и в квартире стало холодно, он не нашел ничего лучше, как уехать в Канкун в Мексике. Сенатор, представляющий избирателей Техаса в дни, когда эти люди погибали от холода и имел место всеобщий хаос, конечно, отправляться в теплые края не имел ни малейшего права. Его с семьей увидели и сняли в аэропорту Канкуна, затем опубликовали переписку его супруги в социальных сетях с друзьями и приятельницами. Моя жена жаловалась на холод и отсутствие электричества и сообщала, что они решили на несколько дней поехать в Канкун и что приглашают всех желающих к ним присоединиться в их отеле, где комната стоит по 350 долларов в сутки и свободных мест пока достаточно. Круз первоначально ответил на многочисленные вопросы, что он хороший отец и семьянин, и именно поэтому отвез своих двух дочерей по их просьбе в Мексику. Затем Круз сказал, что пробыл на курорте меньше суток, теперь возвращается в Техас вообще. А еще через некоторое время Круз сообщил, что в Канкуне он как раз напряженно работал, помогая штату. Сегодня США официально возобновили свое членство в Парижском договоре по климату. Как известно, Трамп объявил о выходе из этого соглашения в самом начале своей администрации, но согласно договору реально это могло произойти только через продолжительный период времени. Так что США официально перестали быть в коалиции стран, обещавших сокращать вредные выбросы в атмосферу только в прошлом году. А сейчас США вновь связаны обязательствами Парижского договора. Это соглашение предусматривает масштабные и дорогостоящие для развитых стран экологические ограничения, которые каждые пять лет должны становиться все более жесткими. Сегодня вообще день проходил под знаком международной политики. Сегодня Байден участвовал в том, что в его графике называлась виртуальной мюнхенской конференцией по безопасности. Мюнхенские встречи представителей НАТО проводятся уже на протяжении некоторого времени. Байден ездил в Мюнхен, когда был вице-президентом в 2009 и в 2015 годах. И сегодня он об этом, выступая по видеоканалу, напомнил, заявив, что США, как Байден выразился, вернулись. Байден сказал, что США будут действовать коллективно со своими союзниками и борясь против угроз терроризма и против нестабильности на Ближнем Востоке и в других регионах. Байден говорил об угрозах, которые исходят от Китая и России. Он сказал, что Путин ставит целью подорвать единство Европейско-Американского Союза, считая, что на Западе такая же коррупция, как и в России. Бороться против этой угрозы союзникам нужно вместе. Байден заявил, что теперь Америка снова член Парижского договора и благодарил Европу за то, как он сказал, что Европа была в последние 4 года лидером в области экологии. Байден заявил, что Вашингтон направит 4 миллиарда на помощь в приобретении вакцины от вируса бедными странами и призвал другие государства действовать так же. Эти 4 миллиарда, кстати, были утверждены Конгрессом, в том числе Республиканским Сенатом, еще до прихода Байдена в Белый дом. Бедные государства действительно лишены сейчас возможности приобретать на собственные средства вакцину в массовом порядке, и помощь им является вполне оправданной. Помимо всего прочего и потому, что если вирус будет свободно распространяться и, соответственно, мутировать в зоне развивающегося мира, то никакие границы и барьеры не предотвратят проникновение новых его форм и в развитые страны. А новые мутации могут иметь иммунитет против всех нынешних вакцин. В следующей части о том, что Байден готов к возобновлению переговоров с Ираном. Оставайтесь с нами.